Лайв-канал-то что-то пустует у меня, давайте я его контентом буду забивать. Давайте я сегодня вам расскажу о потрясающем британском комедийном, ну, наверное, ситкоме все-таки, да, то есть комедийный сериал под названием «Пип-шоу». Его так и перевели «Пип-шоу». В чем суть этого ситкома? Ну, это крайне необычный ситком, не говоря о том, что он британский, специфический юмор, у него есть одна выделяющаяся фишечка. Суть в том, что «Пип-шоу» полностью всегда снят как бы от первого лица. Это довольно старый уже сериал, я о нем, собственно, вспомнил, потому что внезапно начался девятый сезон. То есть он уже девять сезонов прожил, и девять сезонов не значит девять лет, так как это британский сериал, они снимают сезоны с такими большими промежутками. И, естественно, в сезоне там что-то по шесть-восемь серий, я не помню уже точно. Да, он полностью всегда снят от первого лица и как бы из глаз того или иного персонажа. Ну, то есть камера, конечно, прыгает от персонажа к персонажу, но всегда от первого лица какого-либо персонажа. В этом кроется, ну, особенность сериала. Кроме того, нам зачастую, ну, как бы озвучивают мысли того героя, из чьих глаз сейчас работает камера. В этом как бы, ну, основная выделяющаяся фишечка сериала. Ну, далее, как вы понимаете, да, сериал британский. Про что он вообще? Он про придурков. Ну, как большая часть комедийных сериалов. Есть два главных героя, это Марк и Джереми, кажется, так их зовут. Ну, я еще поясню немного про этот момент. Они живут вместе, снимают квартиру, и они кардинально разные люди. Марк — этакий, знаете, педантичный задрот. Он работает в банке, он любит историю, прямо-таки надрач, в буквальном смысле. Ну, ладно. Хотя я не исключаю, что в какой-то момент он наверняка надрачивал прямо-таки на Вторую мировую. У него все время, знаете, ассоциации, какие-то метафоры, связанные с Гитлером, с Геббельсом, такими вот историческими моментами. Про... ну, ладно, не суть, не буду вдаваться в подробности. Такой он персонаж, короче. Всегда в рубашечке, любят читать, не знаю, энциклопедии, смотреть всяческие документальные фильмы. Ну, вот такой персонаж. И ему противоставляется Джереми. Полность... полная его противоположность. Он раздолбай, любит долбить траву, бухать, у него нет образования, и он хочет стать музыкантом и играть рейвовую электронную музыку. И у него ничего не получается, естественно, потому что он ленивый, тупой неудачник. И такая вот история. И они вместе снимают квартиру и попадают в различные дурацкие ситуации, выходящие из их характера. Поначалу, я честно скажу, сериал меня не впечатлил. Ну, потому что ты очень долго проникаешься, как бы, всей этой историей про то, что они живут вместе, ты проникаешься их характерами, и со временем тебе нравится то, что они начинают делать. То есть, и ты понимаешь, что именно они, вот именно их характеры могут попадать в такие ситуации. Ситуации из разряда, когда... О, господи, я даже не знаю, как это все описывать, потому что зачастую происходит полный трэшак. Ну, то есть, ну, то есть, не полный трэш, ну, я просто не знаю, у кого где находит, знаете, грань трэшака. Потому что я фанат таких сериалов, как, не знаю, Психовиль и Идеал, и я видел некоторое дерьмо. Пип-шоу, конечно, не настолько безумен, он более-менее реалистичный, но они все равно попадают в совершенно сумасшедшие ситуации. То есть, представьте, это Англия, у Англии, естественно, свои характеры, много всяких там, не знаю, гопников, бодлоты и прочего, и они живут в этом мире. Это потрясающе! В плане трэшака мне просто вспомнился один момент, где они ели собаку, но это, это, ну, нельзя объяснить в двух словах, почему они это делали, да? Потому что ситуация была, прям-таки, ни одного шага, ни одной ступени. И они не просто так это делали, но это было фантастически смешно. И у них возникают различные, ну, типичные ситкомовые конфликты, возникают друзья, которые им мешают, там есть совершенно потрясающий персонаж, которого зовут Супер Ханс. Ну, одно его имя, как бы, делает его потрясающим. Ну, не говоря о том, что он Джереми, помноженный надвое, он еще более упоротый наркоман, и, ну, просто он забавный. Естественно, возникают любовные треугольники, опять же, дикосовые-образные, потому что там Марк влюбляется в какую-то свою коллегу, и у него ничего не получается, потому что он странный задрот, поехавший, включая момент в одном из первых сезонов, где он, то есть он любит Вторую мировую, и он такой, ха, ну, я сейчас примерно описываю шутку, я не помню, как точно она там шла, он такой, ха, я люблю, значит, Вторую мировую. Что было у Второй мировой? Ага, нацисты. Так, значит, я рисую сердечко, вот это вот, мои коллеги, а в сердечке я рисую свастику. И то есть этим я символизирую, что я люблю ее так же, как Вторую мировую. И у него хватает мозгов повесить стикер со свастикой этой коллеги, как бы, на рабочей... Ну, на столе у нее, на рабочем, на работе, не на компе, а на... Ну, вы поняли. И то есть я вам объясняю примерный тип юмора, какой там есть. Не все такое, но такой юмор там тоже присутствует. Всякие вот эти вот странные ситуации, которые у них возникают, их странные логические выводы, какие они делают, это совершенно потрясающе уморительно. Ну, и при этом, да, это британский сериал, он начался очень давно. Я знаю, что «Дважды два» телеканал, у нас его показывал какое-то время, я точно знаю, потому что первый сезон я смотрел в их озвучке. Честно говоря, мне не очень понравилось, они как-то, ну, как-то, как-то дух, дух вот этой вот британской культуры, британских диалогов полностью был выброшен. И, ну да, я, конечно, рекомендую смотреть его в оригинале, если есть возможность, либо в субтитрах, потому что, ну, половина юмора действительно строится на сложных диалогах, ну, сложных по-английски, как бы, выстроенных диалогах. Они совершенно потрясающие, но они действительно сложные. Во-первых, эти акценты, не самые страшные британские акценты, могло быть хуже, как, не знаю, в сериале «Мисфитс», да, с этим кокни. Но довольно сложно для понимания, да, на слух, если как бы вы не привыкли к этому. Ну и ожидаемо, сериал выходит редко, и вот первые сезоны, по-моему, выходили каждый год, но сейчас между сезонами у них пауза в 2-3 года, и я реально был абсолютно уверен, что после восьмой... Восьмой сезон, когда выходил, 3 года назад, я такой, вау, я думал, сериал закрыт, классно, посмотрел его, и такой, ну, ладно, сериал. Ну вот теперь, наверное, его закрыли. Нет, спустя 3 года они снимают новый сезон, и он потрясающий. Я посмотрел две серии, я был, я ржал в слезы от того, какие ситуации у них возникают, как это все снято, какие прописанные диалоги, как персонажи себя ведут, и то есть здесь-то еще при этом большое развитие героев происходит на протяжении вот многих сезонов, и я уже знаю их историю, я знаю, на что они способны, я знаю, что с ними было, какие навыки они там получили за эти годы. Джереми, например, стал этим этаким, знаете, как называется, тренером по жизни, то есть мотивирующим тренером, что-то в этом роде. И так как... но при этом он же сам раздолбай, и он несет людям полную чушь, когда они просят его о совете. Это невероятно угарно. Так что, если вы ищете комедию и не против смотреть с субтитрами, пип-шоу ваш выбор обязательно. Ну, хотя я не знаю. Я, например, смотря с озвучкой от 2х2, как-то, ну, мне не зашло совершенно. В оригинале невероятный угар. Крайне рекомендую пип-шоу. Ну, кстати, кстати, пип-шоу, вот сам термин пип-шоу переводится, ну, точнее, даже не переводится, он так и переводится, пип-шоу. Он значит, это... Короче, в стрип-клубах есть такая фишка, ну, я читал определение, пип-шоу это шоу, когда ты подглядываешь. То есть, по факту, тёлка танцует за стеклом, она тебя не видит, а ты её видишь. Вот это называется пип-шоу. И оттуда они взяли название сериала, потому что, ну, всё от первого лица. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Подписывайтесь на лайв-канал, подписывайтесь на основной канал. Ну, я думаю, если вы на моём лайв-канале, то всё правильно. Я не знаю, можете писать в комментариях, о каком ещё сериале здесь рассказать. Может, сделаю обзор. Может, нет, потому что, может, я не смотрел. Ну, да ладно. До связи.